Приветствую вас! И как вы, наверное, понимаете, в общении с людьми, в том числе в общении с мужчинами, очень важно, чтобы человеку было комфортно, чтобы человеку было приятно, чтобы не нарушались личные границы, его личные границы, чтобы не было задето гордость и самолюбие мужчин. И поэтому, и исходя из этого, можно ответить на ваш вопрос так. Поскольку мужчина, раздавший вам о том, что с ним произошло, значит, он хочет от вас получать какую-то обратную связь, если только его звонок не был запряжен с какой-либо деятельностью. Я попробую пояснить, что это значит. Если у вас была совместная деятельность, и мужчина попал в больницу, то, соответственно, выступать партнёром в этой совместной деятельности он не может. И в таком случае он вам позвонил, чтобы поставить в известность вас относительно своего здоровья, и таким образом дать понять, чтобы вы на него не рассчитывали в совместной деятельности, до тех пор, пока он не выздоровеет. Если ничего подобного у вас не было, если совместной деятельности у вас нет, и мужчина просто позвонил вам с целью сообщить о том, что с ним случилось, то мужчина действительно хочет, чтобы вы как-то проявляли к нему внимание, участие, может быть, даже заботу. Но вы не узнаете, насколько часто вы можете спрашивать у него что-либо и звонить, до тех пор, пока не поймёте, насколько большая чистота приятна мужчине. То есть попробуйте сперва сделать 2-3 смс в день, посмотрите на его реакцию, можно начать даже с двух смс. Посмотрите на его реакцию, охотно будет мужчина отвечать на ваши звонки и смс или нет. Если охотно, увеличьте до трёх. Если охотно, до четырёх в день. То есть с каждым днём звоните всё чаще, 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 пока не увидите, что мужчине вот уже надоедает. Если это почувствовали, то на том уровне, на котором вы ощущали комфорт со стороны мужчины и останутся. И тогда и мужчина будет доволен, и вы тоже будете чувствовать себя, ну, в общем-то, в хорошем естественном положении. Отдельно стоит заметить вот какой момент. Вы пишете, что, ну, во-первых, вы пишете, значит, вдруг вы не единственное, кому он сообщил. Это мы, к сожалению, знать не можем, потому что это третий человек, третье лицо. Но мы не можем знать ни про окрушение его, ни про то, с кем он там и как он общается. Поэтому здесь прошу вас извинить. Но на этот вопрос мы ответить не можем. Тут, я думаю, вам стоит задать данный вопрос эзотерикам. Эзотерики могли бы помочь вам рассказать, вам он написал об этом только или нет. Что касается звонков. Что касается смс и звонков, то здесь момент такой. Да, вы можете сколько угодно сейчас ему писать смс, но если есть возможность навести человека лично, то приглашите ему по смс именно этот вариант. Если человек, и вы его знаете, достаточно гордый, то по его реакции можно понять, насколько он готов видеть вас, когда ему плохо. Если он согласится, и вы знаете, что он гордый, значит, он, скорее всего, сказал об этом только вам. Если он не согласится, и вы знаете, что он гордый, значит, мужчина, ну, не хочет, чтобы вы видели его таким, какой он есть сейчас. Тут уже нужно вас спросить, насколько этот человек закрытый, насколько этот человек замкнут в себе. Если достаточно, то вряд ли он кому-либо еще об этом сказал, потому что мужчины, тем более гордые мужчины, не любят рассказывать другим людям о том, что они переживают кризис. Следующий важный момент. Если мужчина, ну, такой гордостью и замкнут в себе не отличается, но при этом не хочет вас видеть, значит, тогда, скорее всего, действительно, вы не единственное, кому он сообщил, и он не хочет, чтобы вы столкнулись с кем-то в палате, например, в больнице, и чтобы вышел консульт. То есть, понимаете, ответ на ваш вопрос зависит от характеристик, от характеристик человека, но и даже это не может гарантировать стопроцентной верности данного предположения, потому что слишком много переменных. Отвечая на ваш вопрос еще раз, конкретно, значит, стоит ли вам часто писать ему смс-интересоваться о здоровье, то говоря, в общем, да, стоит, насколько часто, это только метод проб и ошибок. На этом все. Надеюсь, что я ответил вам максимально ясно, максимально полно, по крайней мере, я останался. Если остались какие-то вопросы, пишите их мне в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам... Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.